На заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских подчеркнул, что в условиях давления на российскую экономику со стороны Запада наша задача принять все возможные меры для защиты от санкций, не допустить их негативное влияние на экономику и общественно-политическую ситуацию в регионе. По моему поручению организована работа 11 штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности. Первые заседания состоялись на прошлой неделе и в эти выходные. Глава региона обратился к ульяновцам с просьбой не скупать продукты впрок и не поддаваться на провокации. По словам главы региона, в Ульяновской области сформирован достаточный запас продуктов питания. Официально заявляю, дефицита продуктов в регионе нет. Запасов продовольствия у нас предостаточно. Эту ситуацию мы отслеживаем ежедневно. Речь, прежде всего, о сахаре, соли и крупах, которые пропали с полок в некоторых магазинах. Это искусственно созданный ажиотаж, подгибаемый определенными интересантами. Обращаюсь к нашим жителям. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Не надо скупать продукты на годы вперед. От информации по рынку продуктов питания перешли к рынку труда. По словам руководителя агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Егора Иванова, в регионе официально заявлено более 11 тысяч вакансий. Вместе с тем безработных зарегистрировано чуть более трех тысяч человек. На одного работника приходится около трех вакансий. Поэтому напряженность на рынке труда в регионе отсутствует. Агентство держит руку на пульсе в связи с введением санкций со стороны Запада. Мы уже начинаем осуществлять мониторинг в связи с последними событиями, мониторинг предприятий и смотрим, какие риски высвобождения работников имеются. В настоящее время ни одно предприятие не заявило о том, что планирует сокращать или увольнять работников в связи с вводимыми санкциями. Среди рисков на рынке труда сегодня закрытие иностранных компаний в мегаполисах. Существует вероятность обратного притока молодежи в регион, но наличие вакансий позволит обеспечить работой всех, кто пожелает вернуться в Ульяновскую область. От ситуации на рынке труда перешли к вопросам завершения строительства домов обманутых дольщиков. Министр строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич проинформировал о ходе работ в микрорайоне Центральный Заволжского района. Речь шла о достройке дома номер 20 микрорайона Центральный. Могу сказать, что было проведено не одно, а порядка трех встреч с различными инвесторами под руководством Игоря Олеговича. И на сегодняшний день, в принципе, есть возможность за счет инвесторов достроить в полном объеме дом и сдать ко второму кварталу следующего года, то есть с отделкой. Но на сегодняшний день у нас в планах стоит пока что 22-й год. На предоставлении мер социальной поддержки в областном бюджете средства предусмотрены в полном объеме. С 1 февраля этого года также финансово обеспечена индексация социальных пособий на 4,1%. Все социальные обязательства перед жителями будут выполнены в полном объеме. В нашем регионе действует целый комплекс мер, направленных на поддержку граждан. Это материальное благосостояние, которых может укуситься в связи с введением в том числе и санкций. Таким гражданам по мере их обращения могут быть представлены такие меры поддержки, как государственная социальная помощь в денежной форме на основании социального контракта или в натуральной форме с использованием продовольственной карты. Также это субсидии, компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и адресной материальной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На штабе также обсудили обращения жителей, собранные Центром управления регионом в соцсетях, реализацию программы подготовки специалистов для авиастроительной отрасли и плановые работы по завершению отопительного сезона 2022.